Проверка торговых центров началась в 10 утра, время, когда ТРЦ открывает свои двери посетителям. И в день осмотра они работали в штатном режиме, без профилактического дня. Скрывать от астраханцев нечего. Все материалы прокурорской проверки торговых объектов всё равно будут опубликованы в СМИ. В торговом центре на площади Вокзальной проверка началась с насносно-пожарной станции. На каждом этаже на потолке установлены пожарные датчики. В случае, если сработает пожарная сигнализация, вода польётся в залы. Со спринклированных оросителей. Их в ТЦ около 9 тысяч на 5 этажей. И система разбрызгивания должна быть установлена на расстоянии не меньше 4 метров. Оборудование полностью дополнено в разводе. Полностью находится в автоматическом режиме. Каждый сплинкер водяного пожаротушения – это самостоятельное устройство, которое разобьётся, если нагреется свыше 57 градусов. Эту систему специалисты проверяют каждые 3 месяца. Сливают воду и заливают вновь. Помимо этого, на улице по периметру здания открыт доступ к пожарным гидрантам. Вопросов здесь у проверяющих не возникло. Приходим в сам торговый центр. На каждом этаже по 4 эвакуационных выхода. Все они закрыты на магнитный ключ, который есть только у сотрудников. Но когда сработает пожарная сигнализация, замок размагничивается. Но даже на случай ЧП есть ещё один вариант – открыть дверь. Открывайте. На вопрос сотрудников прокуратуры, зачем замок в дверях, их уверили – двери на ключ никогда не закрываются. Замки на дверях, зачем у вас такая система защиты стоит? Прошу прощения, даже не могу ответить на вопрос, потому что эти двери были установлены 7 лет назад. Возможно, замки… То есть теоретически они могут закрыться? Ключи есть у кого-то? Нет, замки у нас открыты. Понятно, но я ему говорю, теоретически они могут быть закрыты? Закрываются вообще? Никогда не закрываются. Они всегда в открытом состоянии. У нас есть замок с клуб, поэтому мы не пользуемся этими замками. Если за состоянием пожарных рукавов и огнетушителей на общей территории центра, коридорах, туалетах и парковке отвечает владелец здания, то в торговых помещениях сами предприниматели. В каждых отделах должны быть огнетушители или все продавцы проходят вот этот… Абсолютно. Абсолютно в каждом отделе должен находиться старший, который прошёл пожарный минимум, который знает все правила и проводит инструктажи своему коллективу, своим сотрудникам. Естественно, они должны на своей арендованной площади иметь огнетушитель в соответствии с регламентом по площади ставить свои огнетушители. И проверять огнетушители они должны не реже раза в год. Срок службы пожарного агрегата – пять лет. Значит, на нём должно быть не меньше четырёх отметок. Заходим в ближайший павильон и проверяем. Смотрим в первую очередь на что? Это на индикатор, в каком он состоянии. И смотрим, когда он был проверен. Он был проверен в 2016 году. Это не поздновато? Ну, они просрочили, да. Надо вызвать управляющего, поинтересоваться, почему так произошло у них. Нет, кстати, что у вас последний раз появился в 2016 году? У нас все документы есть, наверное, очень интересно. Пять лет у них срок. Срок, да. Но на работоспособность он должен проверяться раз в год. Все эти замечания прокуратура занесёт в акт проверки. Ещё предстоит работа с документами. И на это потребуется время. Объявлять результаты проверки этого ТРЦ ещё рано. Мы не видели ещё документацию. Потому что то, что мы записывали, возможно, будет опроверген каким-то документом. Вот мы сейчас проверку проводим по поручению Генеральной прокуратуры. Установим какие-то нарушения. Будем принимать из всех учекомбрессмерка. В это же самое время прокуратура Советского района проверяла торговый центр на боевой. В отличие от предыдущего объекта, здесь возникли вопросы к эвакуационным выходам в магазине спорттоваров. У вас здесь стоят тележки. Ведь это всё может помешать. Действительно. Сейчас был приход товара. Осуществлялся. Ещё не успели убрать. Да, конечно. По сути, можно брать особенное помещение. Если здесь выход загораживает тележки, то в другом стоят коробки с прибывшим товаром. В панике люди смогут не успеть всё отодвинуть. Нам нужно будет смотреть документы по аренде. То есть, кто нарушение ли это и кто будет нести ответственность. Сторона торгового центра, то есть арендодатель, либо арендатор торгового предприятия. Помимо этого, в центре количества планов эвакуации недостаточно. Но это не считается нарушением. Мы бы рекомендовали, конечно, повесить ещё. Рекомендацию, как я уже сказал, мы примем сведения, сделаем их и покрупнее, и почаще повесим. Оповещение сработало, только объявление едва ли было слышно. Музыка в развлекательной зоне перебивала экстренное сообщение. Сейчас дождёмся сработки речевого оповещения. Ну, слышим это всё. Низкий работает звук оповещения пожаря. Его перебивают аппараты игровые. Слишком громко работает. Нужно увеличить громкость системы оповещения примерно на 15 дБ. Помимо этого, на выходах не работало эвакуационное освещение, а кнопки открытия двери заклеены скотчем. Все эти нарушения также будут внесены в акт проверки. Осмотр крупных торговых объектов в Астраханской области будет продолжаться в ближайшие дни. С полученными данными прокуратура будет работать месяц. И результат опубликуют в официальных документах. Жанна Алиева, Руслан Асанов, Центр новостей.